Сегодняшний 422 выпуск Открытой политики будет необычным И я вас сразу об этом предупреждаю Сегодня мы вообще не будем говорить о том, что произошло на прошлой неделе И в принципе даже не будем говорить о политике как таковой И дело тут не в том, что нам совсем не хочется обсуждать покатушки Радия Фаритовича на бронетехнике Или то, как в очередной раз ловко обвели вокруг пальца власти дольщиков Дуслыкстроя Дело в том, что сегодня исполняется 5 лет нашему каналу И мне действительно хочется понять, чего же мы добивались, чего добились и к чему нам остается стремиться Но для начала немного статистики и своеобразный отчет о проделанной работе За эти 5 лет мы выпустили 743 видео, из которых 422, как вы понимаете, это регулярные выпуски Открытой политики 257 это специальные репортажи, интервью и отдельные сюжеты на отдельные темы И 64 стрима, которые мы начали вести не с самого начала существования канала Но которые очень удачно вписались в нашу сетку Постоянная аудитория канала, подписчики нашего канала Это почти 32 тысячи человек Но, кстати говоря, нам этого мало и мы просим всех подписаться из числа тех, кто не подписан А в общем аудитория всего нашего куста То есть это и YouTube, и Instagram, и ВКонтакте, и Facebook, и теперь уже Telegram Вот все это вместе, это почти 52 тысячи человек Довольно-таки много За 5 лет канал на YouTube собрал больше 10 миллионов просмотров На эти 10 миллионов просмотров По статистике YouTube наши зрители потратили более чем 1 миллион 600 тысяч часов Ну что это такое? 1 миллион 600 тысяч часов это 182 года Если бы кто-нибудь столько мог прожить и смотреть бесконечно и безостановочно Днем и ночью наш канал, то вот это вот 182 года Меня иногда даже такая немножко метафизическая мысль настигает Что если человек ест, пьет и остальное время смотрит наш канал То понадобилось бы примерно 4 человеческих жизни вот на это все Ну, собственно, что означают вот эти цифры для нас и для вас? Ну, для нас это в первую очередь подтверждение того, что мы точно делаем что-то необходимое, важное и правильное Ну, а для вас, как я надеюсь, это возможность получать информацию Которая никак не обработана властями, заинтересованными сторонами, продажными СМИ и прочими манипуляторами информации Собственно, эти цифры говорят еще и о том, что открытая политика на сегодня Это самый большой политический канал в республике Башкортостан И самый большой политический канал, который не привязан к средствам массовой информации в Павловском федеральном округе На мой взгляд, это неплохо И, соответственно, ну, конечно, останавливаться на этом нельзя Однако, это говорит о многом То есть, если мы стали самым большим каналом в республике То есть, наша аудитория, это суммарно больше даже, чем суммарно все аудитории всех остальных YouTube-каналов на политические темы в Башкирии То это, конечно, очень неплохо и душу греет А началось все, собственно, почти случайно С того, что мой товарищ буквально заставил и убедил меня начать вести этот канал К сожалению, он категорически не разрешает мне упоминать себя как основателя этого канала И как человека, который его придумал Но, как говорится, дело хозяйское Я, признаться, вообще не верил в это дело И весьма смутно представлял себе, как это вообще делается и производится Первые выпуски мы снимали на сотовый телефон и элементарный микрофон-петличку Кроме того, известно, что восточный выезд из Уфы Грандиозная транспортная развязка и очень дорогостоящий транспортный проект Должен финансироваться банком БРИКС И, безусловно, только от него зависит, будет ли реализован этот проект Практически сразу я почувствовал, что все это заходит Появляется интерес, буквально через 5-10 выпусков Аудитория начала расти, ощутимо расти И, соответственно, это подтверждало наличие интереса Ну, а потом уже началось, закрутилось Неожиданная отставка Хамитова, пляски у Салавата Юлаева Надежды на Хабирова Потом разочарование в Хабирове Потом была Куштау, Мурзагуловщина, пандемия Специальная военная операция на Украине, которая идет до сих пор Все это время наш канал РОС набирал зрителей Набирал силы, аудиторию, авторитет, вес И действительно это так Потому что с нами стали считаться Нас стали учитывать На нас стали ссылаться Ну, подходить, здороваться Или подавать на нас в суд Все это как бы некие признаки внимания Некая оценка со стороны Потому что, как бы, самое худшее, что может случиться С любым информационным каналом Или любым медиа Это то, что вас не замечают То, что вас не обнимают Или не подают на вас суд С самого начала Мы ставили каналу амбициозную задачу Если не заместить официальные СМИ С их миллиардными бюджетами То стать существенным игроком И существенным конкурентом Для этих неповоротливых И теряющих аудиторию организаций Собственно, на мой взгляд В определенном смысле нам это удалось Основополагающими принципами нашего канала Которые тоже, собственно, были привнесены И его основателем Стала регулярность и последовательность То есть, что бы там ни стало При любой погоде При любом состоянии здоровья Из любой страны пребывания Мы всегда обязательно соблюдаем Наш график Это вторник и суббота Основные выпуски И чаще всего в середине недели Какой-то дополнительный Кстати говоря, именно вот эта Неумолимая регулярность На мой взгляд, дала определенный эффект И привыкание, и благоволение Потому что, ну, дорогого стоит Когда стоит где-то в субботу Задержаться с выпуском Очередной открытой политики И начинаются звонки СМС, там всевозможные мессенджеры Что случилось Почему не вышло уже там половина шестого Ну, вот это действительно реально Регулярно случается Это очень радует Это значит, что люди ждут Люди уже привыкли Это очень важный момент Честно говоря, поначалу я не понимал Что вот это настолько важно Все эти пять лет Нас критикуют Корректируют Ругают Я уже говорил о том Что мы прошли много судов Это тоже определенный критерий внимания Но, как известно Не ошибается только тот Кто ничего не делает И ошибок действительно у нас много От регулярных мелких ошибок Когда мы путаем Портреты министров Фамилии чиновников Иногда какие-то топонимы Мы дико извиняемся Тот ритм, в котором готовятся материалы И они выпускаются Иногда не позволяет Серьезной редактуры Серьезного контроля За фактчекингом И, ну, он необходим Безусловно, вот этот фактчекинг Обязательно необходим То есть контроль достоверности Мы тут, как говорится, каемся Приносим свои изменения И будем стараться Все это исправить Но Мелкие ошибки Это понятно Выучили мы название Дертюли, Мелевод, Строй И делу конец Но есть и крупные ошибки Которые не связаны Ни с произношением Ни с дикцией Ни с пробелами В познаниях географии Например, мне Ну, вот Нестерпимо стыдно За наше участие В последней избирательной кампании В связи со справедливой Россией И стыдно мне это Не потому, что Тогда мне это казалось Неправильным Тогда мне казалось Это правильным А вот сейчас На фоне последних событий И того, как ведет себя Вот эта организация В политическом пространстве Мне действительно Вот Нестерпимо стыдно За то, что мы Принимали участие В этой избирательной кампании За то, что мы В определенном смысле И я тоже Агитировали за эту партию Так что, как говорится Простите, кто можете Но, как известно Ошибки Это повод Для размышлений Выводов И для того Чтобы стать лучше Ну, именно так Мы и стараемся поступать То есть Те ошибки Которые можно исправить Мы стараемся исправить Мы всегда Охотно И обязательно Извиняемся Перед кем-то В эфире Если мы что-то там Напутали Кого-то Неправильно назвали Или Ну, ошиблись В каких-то данных И фактах В этом На мой взгляд Вообще нет ничего страшного И вот в этом Есть корректное поведение И медиа И прочих Значит Информационных ресурсов Я к тому Что необязательно Бежать сразу в суд И Значит Пытаться доказать Что мы там Кого-то неправильно По отчеству назвали Во-первых Это беспочвенно Во-вторых Это бесперспективно А в-третьих Это глупо Так что Я надеюсь Что те ошибки Которые мы совершаем Регулярно Поправимы А непоправимых ошибок Мы совершать не будем Я свято уверен Что сила нашего канала Заключена В его независимости Мы никогда не вступали Ни в какие коллаборации Ни с какими организациями Ни с какими СМИ Медиа И еще кем-нибудь При этом Я горжусь Сотрудничеством Нашего канала И своим лично С такими людьми Как Станислав Белковский По-моему Стал иноагентом Радио Эхо Москвы Которое сейчас не существует И по-моему Тоже объявлено Иноагентом С каналом Аспекты Которому я бесконечно Благодарен За то Как мы общаемся И как мы ведем Наши эфиры С изданием Proofy.ru Раньше это было Про Уфа И лично с Руфой Рахимовой Есть люди еще Остались Мало, но есть И мало изданий Но они есть В Уфе С которыми можно Сотрудничать И мы стараемся Всегда это делать Более того Мы возлагаем Определенные надежды На то, что Совместно с ними Обмениваясь информацией Создавая какие-то Общие продукты Мы вполне в состоянии Как-то развиваться И продолжать Радовать вас Актуальной информацией Главный актив Нашего канала Это вовсе Не японские камеры И не Осветительные приборы Это Наши подписчики Это самое ценное Что мы Получили Что мы получаем И то, что мы Стараемся сохранять Когда видишь Полторы тысячи Просмотров В первый час После выхода Нашего видео На канал Ну, становится понятно Что Ты сделал что-то правильно Когда звонят И спрашивают И подгоняют Когда же выйдет Очередной выпуск Это тоже Наводит на мысль Что людей Это очень интересует А еще наши подписчики Это источник Бесценной информации Причем во всех Аспектах жизни От сельского хозяйства До космической техники Тут Я не устаю Благодарить Наших зрителей За обратную связь За всевозможные уточнения А иногда и целиком Новую информацию Которую мы получаем Были случаи Когда мы Связавшись с нашими подписчиками Пообщавшись с ними Выезжали Там далеко-далеко В какой-нибудь Белебе Или еще дальше И Там делали Интересные очень сюжеты Это вообще было Очень интересно И забавно То есть Во многом Вот когда спрашивают Откуда мы берем информацию Во многом Наша информация Это информация От наших подписчиков И зрителей Хотелось бы Конечно попросить Чтобы люди Понимали Что Та подача С которой они выходят На нас Не всегда для нас Понятно и комфортно Но тут Как говорится Мы обсуждаем это В каждом отдельном случае Я не буду сейчас Углубляться в детали В любом случае Если есть какая-то информация Если вас что-то волнует Если вам кажется Что это достойно того Чтобы мы вышли с этим в эфир Мы всегда готовы Всегда открыты Я много раз говорил Что каналов связи с нами Практически бесчисленное количество Это и почта И все соцсети Где есть и я и канал Это и почта самого канала Ну в общем Проблем связаться с нами нет никаких Ну собственно По количеству и обилию нашей почты Я понимаю Что это действительно так Ну и теперь Как положено по законам жанра В завершение Вот этого юбилейного выпуска Поговорим о наших Творческих планах Да Нам всегда нужны Умные собеседники И зимой я планирую Возродить жанр Интервью Единственное Что Мы немножко изменим Их формат Мы изменим тайминг В общем Я надеюсь будет интересно Нет Нам больше не нужны Блондинки ведущие Но мы Попробовали бы отдать Например Понедельник или четверг Под чьи-то талантливые проекты Ну без меня в кадре Единственным условием Должно быть то Что эти Талантливые проекты И талантливые люди Были бы полностью Созвучены С тематикой нашего канала И соответствовали Нашей концепции Да Мы всегда готовы К сотрудничеству С нашими коллегами И вообще В принципе С кем бы то ни было Но Не готовы Ни к слияниям Ни к поглощениям Соответственно Вот Просим это учитывать А еще Мы задумались О том Что нам действительно Нужен постоянный Рекламодатель Причем Мы не готовы Рекламировать Ничьи идеи Предложения Мысли Или какие-то концепции Хотелось бы Найти рекламодателя Из сферы Реальной экономики Тех Кто во-первых Не боится у нас Рекламироваться Тех Кому нужна Настоящая Реальная Добротная аудитория Свыше 50 тысяч Человек Тех Кто Что-то на самом деле Производит Вот за кого Не было бы стыдно Кто Никуда не убежит С чужими деньгами Не обманет С процентами И так далее Я намекаю на то Что наверное Это не могут быть Никакие финансовые Или банковские организации А вот кто-нибудь Что-то сделает хорошее Хлеб Металлическую трубу Там я не знаю Трактор Все что угодно Да Вот Такого бы Рекламодателя Мы бы Взяли И Мы бы наверное Могли принести Взаимную пользу Но это всего лишь Пока размышления Есть у меня еще один проект Которым я бы хотел Поделиться со зрителями И хотел бы получить Обратную связь Ну вообще Насколько это было бы Интересно Или неинтересно Я хочу Я хочу в течение Ну почти года В течение Там вот Пятидесяти четырех Недель Ну это такая Идеальная картинка Снять Пятьдесят четыре Сюжета О районах Республики Башкортостан Такое Значит Годовое турне Ну тут действительно Конечно Для такого проекта Нужен отдельный спонсор Я не знаю Кто бы это мог быть Но Мне казалось Что это интересная идея То есть вот В каждом районе Есть свои особенности Отличия Проблемы Достопримечательности Знаменитости Там какие-то Особо гадкие чиновники Или Очень хорошие главы районов Там я не знаю Везде есть своя специфика Ну вот Мне кажется Ну Лично я по своему опыту Могу точно утверждать И мне кажется Что у многих так же Мы очень недостаточно И мы довольно плохо Знаем Нашу республику Нашу географию И особенности Вот этого всего Пожалуй Что действительно Интересные места Есть Ну вот Это как такая идея Как какой-то Большой-большой проект Подумайте Насколько бы Это могло быть интересно Продолжить обсуждение Наших планов Выслушать ваши оценки Претензии Предложения Или даже возможно Поздравления Мы сможем с вами Буквально завтра В воскресенье В 21.00 Строго по графику Должен состояться 65-й стрим Открытой политики Так что Подключайтесь Поговорим Пообсуждаем С удовольствием Выслушаю ваше мнение Не забывайте Ставить лайки Лайки Это наше топливо Это Наша уверенность В вашем интересе Все кто Хоть сколько-нибудь Готов помогать Нашему каналу Для вас К сожалению Есть только Одна возможность Это сделать Теперь это только Перечисление На наш расчетный счет Который мы Указываем в каждом выпуске И в описании Каждого нашего видео Всем спасибо Всем до воскресенья Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok